здравствуйте добро пожаловать на канал сегодня нас с вами ожидает распаковка вот такой коробки с пазлами кстати я вам показывала ее в шорт так что если вам интересно то смотрите описание под этим видео там я оставила ссылку на шорт где я показала вам еще и другие виды пазлов которые у нас дома есть так что если вам интересно то конечно же смотрите кроме того должна сказать что все распаковки собраны в один плейлист так что ссылку на него я тоже оставлю в описании и если вам интересны именно подобные ролики где можно увидеть распаковку игрушек средств по уходу за ребенком товаров для творчества то конечно же переходите и смотрите потому что все это там есть ну и кроме того если вы по какой-либо причине еще не подписаны на канал то обязательно делайте это нажимайте на колокольчик и вы будете получать уведомления каждый раз когда выходит новое видео и кроме того обязательно нажимайте на пальчик вверх это поможет поддержать не только видео но и канал в целом а также если вам хочется то прошу проходить в комментарии и писать мне вопросы и сообщения пожелания все что вы посчитаете необходимым по мере возможности я это читаю но что касается сегодняшнего ролика то как я уже сказала это распаковка пазлов однако надо сказать что это не самый обычный тип пазлов потому что до головоломки можно просто собирать картинки бывают на разное количество частей но в данном случае компания равенцбургер постаралась идти в ногу со временем и сейчас очень популярны так называемые escape комнаты есть прямо целые такие специальные локации куда вы можете прийти и соответственно за определенное количество времени решать головоломки для того чтобы найти выход из замкнутого пространства в которой вас посвящают собственно в этом и заключается вся концепция escape комнаты вам надо оттуда каким-либо образом освободиться как правило у вас есть подсказки и каждая новая подсказка ведет к следующей если вы ее правильно решили и таким образом собрав все подсказки вы можете или найти код или найти нужное место чтобы например нажать на какую-то скрытую панель и таким образом откроется выход но в общем каким-то образом вы сможете выбраться но пазлы конечно не совсем то же самое что закрытая комната но тем не менее для того чтобы придать какую-то загадочность что-то новое добавить свою линейку вот равенцбургер решили идти по этому пути и сделать по типу escape комнаты вот такие вот как exit пазл и так что у нас с вами здесь есть но во первых для начала понятно что есть картинка благодаря которой вы и собственно и будете пытаться покинуть ну я не знаю то ли это оранжерею то ли это какое-то подсобное хозяйство всякое может быть дальше здесь у нас есть 368 частей насколько я вижу это у нас количество пазлов то есть не самое большое их может быть больше вот ну и дальше тут у нас уровни сложности но мне тяжело сказать может быть это все пять имеется в виду то есть это максимальный а может быть и просто хотя мне кажется что наверное это максимальное то что может быть давайте теперь мы с вами посмотрим по сторонам если еще какие-то сведения но собственно есть и не у нас только с одной из сторон вот здесь надпись в теплице вот так что я практически угадала и того у нас 368 частей как уже было показано и мы получим размер картинки около 70 на 50 сантиметров но достаточно большая раз частей как бы немало два так что в принципе будет с чем поработать и над чем поработать но теперь давайте мы с вами посмотрим еще все остальные сведения и так как нам вот пишет производитель сейчас существует концепт эскейп комнаты в качестве пазлов от равенц бургера ваша задача в том чтобы собрать эту головоломку вместе найти загадки и все их решить то есть получится ли у вас решить все загадки найти последнюю частичку этого пазла вот и таким образом вы сможете как бы выбраться в самой коробке у нас содержится пазл инструкция и конверт с ответами далее что нам еще здесь пишут о том что рассчитан на детей в возрасте старше 12 лет и при желании можно играть как самому так и в компании но и о том что это призвано призвано помочь вам решить какую-либо загадку вот так что это головоломка ну давайте теперь мы с вами посмотрим непосредственно на содержимое коробки и так для начала у нас есть здесь инструкция инструкция как вы видите на разных языках так что я сейчас конечно же не буду на ней задерживаться потому что это не является самым важным самым нужным самым необходимым но в любом случае думаю что потом в процессе игры это немаловажно вот он конверт которые наверняка будет вложено само решение вот так выглядят у нас пазлы каждый каждый сам по себе давайте я их возьму покажу вам в данном случае пазлы обычные они не пластиковые как например в тех которые 3d они плотный картон то есть то из чего обычно создают пазлы ну как вы видите они достаточно насыщенные по цветам яркие ну и кроме того как вы видите их здесь достаточно много вот ну и вот он в конце концов наш листок с ответами так что именно его нам и надо будет засунуть в этот конверт ну что в принципе я думаю что более или менее концепция нам всего этого дела понятно да нужно конечно же составить вот эту картинку но я думаю что ее одну из двух или надо составлять в определенном порядке или на определенные детали надо обращать внимание но в любом случае это даже если вы ничего не будете решать и не захотите освобождаться скажем так и замкнутого пространства то как просто пазл просто картинка просто головоломка это всегда имеет место быть но что я хочу сказать я этот пазл покупала специально потому что мне хочется расширять круг того чем занимается мой ребенок мне хочется предоставлять ему максимально широкий спектр занятий и здесь хорошо будет сочетаться несколько полезных вещей сразу во первых это концентрация внимания тренировка усидчивости ну и в общем все 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 что имеет отношение собственно к пазлам и логическое мышление то чтобы правильно подобрать части друг другу в общем очень много всего полезного это во первых ну а во вторых здесь есть такой вот неожиданно поворот как то чтобы найти решение загадки а как правило какая-то тайна что-то необычное оно всегда привлекает детей им всегда это интересно так что я надеюсь что мой ребенок не станет исключением ему подобное будет любопытно вот и конечно он у меня младше чем 12 лет здесь рекомендованных но в любом случае он не будет это делать сам так что думаю что вместе со взрослыми которые минимум должны прочитать эту инструкцию чтобы потом объяснить ребенку что от него требуется так вот я думаю что вместе со взрослыми это более чем вполне по силам так что надеюсь что ему понравится все впечатления описание процесса как это происходило все что касается реакции малыша я конечно же обязательно буду показывать в полноценном обзоре там я все 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 буду рассказывать в подробностях может быть какие-то нюансы может быть какие-то детали обязательно конечно же расскажу удалось ли нам угадать загадку с первого ли раза это произошло вообще как это все происходило конечно обязательно все это будет так что как только полноценный обзор выйдет ссылку на него я размещу здесь в описании ну и если вы не хотите это пропустить то обязательно подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик и вы будете получать уведомления каждый раз когда выходит новое видео происходит как правило у меня на канале это два раза в неделю один раз это выходит полноценное видео связанное с распаковкой с обзорами с советами бывает с какими-то рецептами бывают влоги когда мы куда-то путешествуем в общем в общем что-либо такое и второе это как правило чтение для разного возраста для малышей для деток постарше сказки и стихи сказки в стихах в общем много всего и разного так что не хотите пропустить нажимайте на колокольчик конечно же ставьте пальчик вверх чтобы поддержать и пишите свое мнение в комментариях если у вас такие пузыли может быть вы ими занимались у вас есть опыт напишите впечатление если у вас такого нет вообще могло бы это заинтересовать вас заинтересовать по вашему мнению ребенка стоит ли вообще тратить на это не только деньги но и время и силы мне все это будет очень интересно ну а мы увидимся в следующих видео до встречи